Хочу поговорить сейчас о косметических средствах, косметических средствах, которые призваны улучшать и украшать внешность человека, прежде всего женщины. Так вот, что такое косметическое средство, крем? Что это такое? Это такая субстанция, масса, которая должна увлажнять и питать кожу. Что такое увлажнение? Увлажнение это жидкость, вода. Что такое питание? Это то, что дает питательные элементы, жиры, липиды, то есть это жир, масло. Так вот, крем должен сочетать в себе воду и масло. И давайте возьмем эти два компонента, воду и масло. Если мы их соединим вместе, что у нас будет? У нас не получится вот такой кремозной массы, напоминающей сметану. Это будет вода. Сверху, на поверхности воды будут плавать кусочки масла или жира, которые мы туда добавили. То есть вместе они не нонсиспоза, как говорят итальянцы, они не женятся. То есть это две субстанции с противоположными качествами. То есть они в принципе не могут быть вот так вот смешаны и не могут состоять в таком, длительном, в таком вот смешанном состоянии. Если не говорить о каких-то специальных аюрведических средствах приготовления. А те крема, которые мы покупаем, приобретаем в магазинах, даже самых необыкновенных дорогих марок, они содержат в себе вот эти два компонента питательные и увлажняющие, которые перемешаны и хранятся длительное время, то есть больше, чем одна неделя. Это совершенно точно. Вот в таком состоянии. Иногда даже там 12 месяцев. Для того, чтобы крем находился в этой субстанции, вот кремозный, и вода с маслом, с жиром были соединены в однородную массу, в крем добавляются различные вещества, совершенно неполезные, совершенно неполезные и даже очень вредные. По аюрведе, то, что мы накладываем сверху на кожу, на тело, мы должны иметь возможность, то есть то, что накладывается сверху, это нужно, сейчас скажу по-другому, то есть крем, косметическое средство должно быть таким, что его можно и съесть тоже, то есть не только сверху положить, но и вовнутрь принять. То есть косметические средства, аюрведические, они именно такого свойства. Так вот, я хочу сказать, что я в своей жизни пользовалась самыми разными косметическими средствами, и дорогими, и не очень, и самых известных марок, и совершенно неизвестных. Вот, и после того, как я стала аюрведическим терапевтом, изучила, начала изучать, скажем так, потому что изучить его, окончательно, очень сложно, то есть всю жизнь учись, и будешь узнавать много нового. Я просто перестала пользоваться фабричными косметическими средствами. Всё, чем я пользуюсь, я приготавливаю сама. Это отвары трав, это масла, либо различные масла, либо смесь этих масел, либо сваренный, приготовленный крем на основе масла и других компонентов. И в качестве тоненького, вот, я использую различные средства, в том числе отвар трав, розовая вода, прекрасно. Вот, и я не вижу смысла в косметических средствах фабричных, не вижу смысла. Выброшенные деньги, я совершенно недовольна тем, что я имею. Но если не говорить уже о каких-то вот таких вот возрастных средствах, которые содержат специальные компоненты, там, элементы вот этих, как это называется, улиток, вот эти вот, которые регенерируют и что-то там впитывают в кожу, гиалуроновая кислота, я как бы этим не занималась, но это как бы уже другой вопрос, как это делается, и насколько, так сказать, оправдано вот такое вот вмешательство. В общем, я хочу сказать, что пользоваться фабричными косметическими средствами нет смысла, это выброшенные деньги. Научиться самим приготовить или же приобретать аюрведические средства от фабрик, которые имеют небольшой минимальный период годности, правильно их хранить. А иногда даже можно просто приготовить из-за того, что есть у вас дома, или вы находите где-то там на огороде, скажем так. Это очень-очень здорово, и приятно, свежо, и чувствуешь себя вообще возрожденно совершенно. Это говорю вам я, мама взрослой-взрослой дочери. Вот, так что вот так. Еще буду об этом рассказывать с большим удовольствием. Вот, на самые-самые разные темы. А сейчас пока. До свидания. Продолжение следует...